У всех детей и взрослых галактоза не выводится из организма, а накапливается всю жизнь. И откладывается она в подкожных слоях, особенно у женщин, особенно на бедрах. Это всем известный и непонимаемый, откуда берется многими врачами, любимый целлюлит. Отложение галактозы на глазном хрусталике – это катаракта. Отложение галактозы на суставах, а она очень любит там откладываться, это различные формы артритов и артрозов. Вспомните многих бабушек из экологически чистых мест, деревень, прошлого, когда такие скрюченные пальцы и так далее. Особенно, кстати, это у тех, когда проводить опросы, статистику, кто очень любил творог и молоко и так далее. Так вот, отложение этой галактозы – это кому как повезет. Миллионы людей ставят такой интересный и полезный для науки эксперимент на себе. Есть и много других мест для отложения галактозы. Хроническое воспаление слухового аппарата, хроническая усталость, боль, судороги в мышцах, спины и поясницы, проблемы с дыхательной системой, аллергия, астма, все практически респираторные заболевания, атеросклероз в раннем возрасте, молодевший в последние годы, диабет первого-второго типа, угревая сыпь, особенно у молодой кожи, артриты, склерозы и низкий интеллект, низкое развитие интеллектуальное. Это все некоторые только закономерные следствия потребления молока и молочных продуктов. Здравствуйте, дорогие друзья. Сейчас я хочу озвучить мою статью, первую мою статью о молоке и молочных продуктах. Была уже вторая, я начал, что называется, с середины, и вы, наверное, ее смотрели. Если нет, то обязательно посмотрите вот про это, то, что касается изречения Тарсунова о благости молока и всему подобному. Сейчас я хочу озвучить вам одно письмо маленькое. Написал ее Сергей, мой зритель. Когда вышла моя первая статья, причем первая, я подчеркиваю, еще про Тарсунова речи не было. Вот что пишет Сергей. Извините за грубость. Раньше нормально относился к Тарсунову. Ну, заблуждается человек маленько. Ну и что? Но его секта уже бесить начинает. Одна торсунутая мне так и сказала, что молоко не вредно, если его правильно употреблять. Мол, оно правильно усваивается до шести утра и после шести вечера. А все эксперименты проводят днем. То есть пьют оттуда типа и выводы неправильные. При принятии всех, кто Тарсунова по ходу тест на IQ проводят, и если он больше 90, то не принимают в секту. Кстати, да, хорошая шутка, очень четкие подколы и абсолютно правильные замечания. Но это касается, как бы для заманухи, я вам сказал про вторую часть, что вы, что называется, ее посмотрели и послушали. И действительно, разумные люди, послушав то, что несет Тарсунов, могут сделать только такой вывод, как сделал совершенно справедливость Сергея. А теперь послушайте первое же письмо. Первое, после публикации моей статьи, это письмо было от 19-го, 12-го, 12-го года, это моя статья вышла в 12-м году, Михаила Любовь, ну, муж с женой пишет. И пишут они следующее. Когда они прочли мою статью первую, которую я сейчас вам озвучу, уже озвучил, и сейчас будет выпуск, вот что они написали. Эта статья стала последней каплей, хотя частично до нас подобная информация доходила и раньше. После прочтения статьи наш холодильник уже пустил на одну треть. Вылито и выброшенное козье молоко, в скобках, натуральное, молоко к коровье, в скобках, натуральное, сметана козья, сыр козья, сливки. Яйца куриные решили оставить для мытья головы творог козий для маски на лицо. Выражаем огромную благодарность за просвещение и шанс сохранить остатки здоровья. Вот такое письмо написали мне эти люди, семейная пара. Значит, почему такое письмо написали, причем именно здравомыслящие, разумные люди? Да написать другое было и невозможно, а вернее поступить по-другому. Потому что после того, как вы прослушаете то, что я сейчас озвучил мою ту самую старую первую статью о молоке, по-другому сделать и вы, полагаю, не сможете. Потому что разумный человек любой поймет по тем глупостям, по которым он жил раньше, по верованиям, по суевериям, по вериям и так далее, насчет молока. Но о каком молоке, дорогие друзья, может быть речи, когда вы уже не грудной ребенок, и ваша мама, что естественно, перестала вас кормить своим естественным, натуральным, человеческим молоком, как и положено нашему виду, и любому виду млекопитающего животного на планете, только мать кормит его, своего детеныша, своим молоком. Но до определенной поры, и потом при развитии, взрослении ребенка, теленка, козленка, неважно, любого ребенка, человеческого в том числе, исключения здесь нет, правила едины на планете, природой предусмотрены. Человек и любое маленькое животное переходит только на видовое питание, чем питается данный вид его уже всю оставшуюся жизнь. И это неукоснительные законы природы, вечные, естественные, разумные. И кто идет против этих законов, получает естественное следствие таких извращений, болезней. Это правильно, это справедливо, это есть, это происходит, и вот чтобы не было этого у вас, очнитесь. А я помогу вам очнуться, и вашим знакомым, близким, друзьям, кто, конечно, не ярый фанатик, не сильно верующий, кого это зацепит и будет злиться от того, что любимое что-то у него вытаскивает из горла. Так вот, посмотрите, это ваш шанс. Вы его получите или нет, зависит сейчас, видимо, от вас, от судьбы, от вашего урока, прохождения его. Но я его должен дать. Кто возьмет, тот возьмет. Внимательно слушайте, приятного вам просмотра. Вас не удивляет тот факт, что человек это единственное млекопитающее животное, имеется в виду его биологическое тело с его аналогичными, прочим, высшим млекопитающим животным, обменными биохимическими процессами, которое употребляет молоко всю жизнь, а не только в период скармливания матерью грудного ребенка, как это есть, без исключения у всех видов млекопитающих животных в природе. Также человек является единственным видом в природе, который использует для своего питания молоко других видов животных. Не странно ли это? Нормально ли это? Это факт. И есть важный повод задуматься, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Не является ли этот факт уже достаточным для понимания того, что, идя против природы, что всегда неестественно, мы лишаем себя и своих детей, вынужденных через силу, а затем по привычке или уже по зависимости употреблять молоко или молочные продукты, лишаем здоровья, обрекая на естественные следствия таких поступков болезни. Или природа глупее нас, а наше самомнение выше истины, то есть законов природы, и честных и объективных научных знаний, да и просто здравого смысла. Полагаю, что вам было бы любопытно узнать, какие болезни являются прямым следствием употребления молока животных и так называемых молочных продуктов, каковы их причины и биологические процессы, приводящие к тем или иным болезням. Давайте разберем некоторые из них, а также характерные предрассудки на тему пользы безопасности, даже якобы необходимости потребления молочных продуктов, особенно детьми. Тем же, кто захочет увидеть и проанализировать статистику, получить строго научные комментарии, точные цифры, обязательно посмотрите лекцию уважаемого профессора Вальтера Вайса. Для этого человека совесть и истина выше страха перед расправой глобализаторов и немыслимо выгодная ложь за продажу своей совести и чести. Такие люди еще есть. Итак, потребление молока создано искусственно и представляет собой порочную и смертельную индустрию. Вся ниже приведенная информация для нормальных, здравомыслящих людей. Итак, начнем. Первое. Кальций в молоке, видовое питание, печень. Кто есть человек в пищевой цепи биосферы? В молоке действительно много кальция, а кальций, как известно всем, необходим для роста и правильного формирования скелета у детей, а также он необходим для обменных процессов и взрослым. Верно? Конечно, верно. Сомнений тут нет никаких. Тогда по этой логике, о чем и говорят нам в унисон врачи, нужно пить много коровьего или козьего молока, а также есть творог и сыр, чтобы получить все необходимое для своего организма, так необходимый нам кальций. Верно? Угу. Тогда почему коровы, которые дают нам так много молока, содержащего в своем составе большое количество кальция, дабы получать его самим, не пьют молоко, высасывая его от других коров, или медведей, или у лосей? А что, не удивляйтесь данной постановке вопроса, ведь мы, люди, умудряемся и не ужасаемся пить молоко другого вида животного. Вот и я ставлю вопрос, над которым порой, прожив лет 70 или более, человек не задумывался ни разу, но который имеет однозначный простой ответ. Да мы еще и пьем чужеродное нам молоко всю свою жизнь. Приучились пить. Верим, что это естественно. Так не поступает ни один вид, ни одна особь млекопитающих животных на нашей планете. А взрослые животные и даже подростки в естественной природе никогда не употребляют молоко. Даже своего вида, не говоря уже о молоке чужих видов пищи. Итак, взрослые коровы не пьют молока, но тем не менее у коров, как, впрочем, у любых млекопитающих животных, нет недостатка кальция. И кости у них крепкие, и молока хоть залейся. Может, все же есть другой способ получения так нужного для организма кальция? Конечно, есть. В природе все есть, и все очень просто и логично. Коровы, козы и прочие животные, которых человек приручил и стал отцеживать у них молоко, предназначенное природой для вскармливания их детенышей, себе для еды, потребляют в пищу только траву и пьют только воду. И этого им достаточно, чтобы синтезировать это самое молоко внутри своего организма, выкормить молоком своих детенышей, да еще и человеку налить в десятки раз больше, чем нужно теленку для прокормления. Дикая буйволица дает всего 4-6 литров молока в день при той же массе тела, что и корова, а то и более. И этого вполне хватает ее теленку для правильного роста и развития. Коровы же дают гораздо больше, иногда в 10-20 раз количество молока, потому что за сотни или тысячи даже лет, если в это верить, человек искусственно стимулировал образование лишнего молока манипуляции с выменем и циклами и вел соответствующую селекцию. А откуда берется кальций в молоке, как и другие макро- и микроэлементы, ведь коровы едят траву, но сами не едят молочные продукты. А ответ очевиден. Кальций поступает в организм коровы с той самой зеленой травкой, которую они употребляют в пищу, поступает в огромных количествах, усваивается и переходит молоко в водорастворенном виде. Причем независимо от того, сколько литров в день дает молока корова, содержание в нем кальция будет одинаково при условии поедания свежей зеленой травы, поскольку в зеленых растениях кальций содержится в десятки раз больше, чем его будет потом в молоке этой самой коровы и в структуре ее тела. Скажем так, в семенах кунжута или проростках ячменя кальция в 10 раз больше, чем в молоке коров той же массы. А нам, людям, что, разве недостаточно потреблять овощи и зелень в пищу, чтобы получить любое необходимое количество кальция и чтобы у женщин было много своего молока для выращивания своих грудных детей. Да более чем достаточно. А из молока коров мы сможем получить кальций? Нет, не сможем. Почему? Об этом ниже. Прошу включить здравомыслие, а не желание любой ценой оправдать потребление молока и говорить глупости типа «Ну то коровы, они травоядные, а то человек. Люди ведь всеядные». Или еще умнее «Хищники». Или «Человек — это не животное», мол, другие законы и так далее. Или «Индийские веды» вспомнить. Про благость что-то говорить там не нужно. Об этом будет и уже озвучена мною вторая статья. И, пожалуйста, не говорите глупости, услышанные от врачей вроде «Наоборот, молоко незаменимо для людей пожилого возраста, особенно для женщин, ведь из-за снижения гормонального фона» весьма четкая и исчерпывающая формулировка. «Угу, кальций постепенно начинает вымываться из организма, и кости слабеют. Оттуда угроза востопороза, тяжелых переломов. Народная медицина рекомендует в таких случаях грызть мел». Да, какие же глупые люди. Кальций-то там по преимуществу неорганический. То есть кальций в чистом виде. Между тем в молоке он содержится в связующей форме, органической, хилатной. Значит, усваивается несоизмеримо лучше, гораздо лучше. Не надо также приводить так называемые в кавычках «неоспоримые доводы» и констатировать истину в последней инстанции вроде «Рассуждения о вреде молока, во-первых, антинаучные». Это потому, что какой-то Вася написал, что якобы антинаучно, типа сам дурак, разумеется, без доказательств. И поставил подпись «Академик Пупкин». А во-вторых, антиисторично, ведь все мы на молоке выросли. Как вам это нравится? Ну, просто душесчипательный, архинаучный, железный аргумент. Выросли на молоке, а некоторые тогда на водке выросли. Ведь некоторые всю жизнь пьют и ничего, как говорят определенные люди. Ничего хорошего. Выжили, дожили. Да только вот как выросли? И какого тогда? Все больные. Или это норма жизни, теперь болезни? Причем и раньше, и в деревнях. И об этом пишут люди, и что же это, мы уже забыли, как было раньше. По-разному было. И когда это раньше? 300-500 лет назад или только недавно, вчера? Вот давайте договоримся. Вот эти все прибаутки, вот эти все оправдалки, вот эти байки, истории желания, так сказать, показать, что кто-то там 95 лет прожил, пил все подряд. Ну, вы-то не проживете столько. Даже часть этого не проживет. Все изменилось. Есть многие факторы, которых раньше не было, а теперь и есть. Раньше генетика была крепкая у людей, передающаяся от отца, как говорится, к сыну. А теперь все. Нет. Каждое поколение более болезненно. И ваши родители, и те самые умные бабушки, передали вашим родителям, а они вам уже слабую генетику. И забудьте про этих бабушек и дедушек по 95 лет проживших. Вы столько не проживете. Давайте все это оставим до времени. Отложите заученное и желаемое в сторону. Пока хотя бы. Ладно? И слушайте дальше. Прошу рассуждать и мыслить здраво. Значит так. Констатирую факт. Все биологические обменные процессы, то есть питание, деление клеток, репликация ДНК, РНК, работа иммунной системы, накопление токсинов, биосинтез белка и так далее, и так далее. И у коров, и у людей, и у всех иных высших животных протекают аналогично. По одним и тем же законам природы. Я сейчас не говорю об особенностях пищеварительной системы коров и людей. Есть разница, которая обусловлена своими целями и задачами, своим типом питания и так далее. Но я говорю о молоке человека и других млекопитающих животных. Так вот, говоря о молоке человека и других млекопитающих, есть принципиальная разница в его химическом составе, вызванной иной биологией, программой нашего вида и разницей в антогенезе ребенка и теленка, а также в информационной матрице. Этим занимается волновая генетика. Но эта разница имеет принципиальное и исключительное значение, так как природа не просто так дала каждому виду возможность кормить своего детеныша своим собственным и только собственным молоком, со своим особым химическим составом. К примеру, в материнском молоке человека белков меньше, чем в любом другом молоке прочих млекопитающих животных, так как в отличие от детенышей любых животных, ребенку не нужно так быстро расти физически. Не нужно вставать на ноги в день своего рождения, как это делают телята. У детей не происходит такого быстрого роста мышц, им этого не нужно. Но зато ребенку нужно много неокисленных, я подчеркиваю, далее вы поймете почему, неокисленных жиров для роста и развития мозга. Да и белки-то у нас и у коров разные. Мало того, у коз и коров тоже разные. Биохимия молока у людей и других животных абсолютно иная. Я сегодня не говорю о генетической программе информации, которая должна передаваться через молоко только от своей матери, своему ребенку. То есть вот эта родовая информация со своими особенностями. Я не говорю сейчас о следствиях потребления чужеродного молока в этом аспекте. Это отдельная, но очень глубокая и важная тема. Здесь же и сейчас мы с вами рассматриваем в основном чистую биохимию и биологию. Что происходит с организмом человека, который по своему невежеству и бездумному копированию дурных примеров своих близких, полагая, что так и должно быть, начинает вводить в рацион или продолжает потреблять молоко другого вида животного? Вот об этом я поясню в самое ближайшее время. Вернемся к кальцию. Ведь многие искренне полагают, что кальций, выпитый с коровьим молоком, усвоится и принесет им пользу. Не так ли? Во многих плодах, а особенно в зеленых частях растений, кальция больше, чем, скажем, в молоке коров, коз. Но в отличие от кальция, содержащегося в молоке животных, ребенок уже не грудничок, который должен получать все питательные вещества только с полноценным молоком своей матери, а потом переходящий на видовой прикорм и далее на видовое питание, действительно получит нужный ему кальций из растительной пищи для своего развития. А что, употребляя молоко животных, ребенок не получит кальций? Нет, конечно. Именно поэтому столько проблем с опорно-двигательной системой и иными системами организма у современных людей, особенно с 50-х годов прошлого века, от склерозов и артритов до сахарного диабета первого типа, целлюлита, миом и прочих болезней. Хочу подчеркнуть, что кальций вымывается из организма вовсе не годами. Его дефицит обусловлен постоянным употреблением определенных продуктов питания, таких как сахар, молоко, молочные продукты, мучные крупные изделия и так далее. В этих продуктах много кальция, но он неорганический, так как неорганический, то есть мертвый, недоступный для усвоения и использования в клеточной биохимии кальция, образуется при варке любого продукта, содержащего этот кальций, выше плюс 65 градусов по Цельсию, трансформируясь из органического. А неорганический кальций несовместим с организмом не только человека, но и любого животного. Такой кальций не растворяется, он накапливается в виде известковых бляшек, засоряющих сосуды, особенно вместе с окисленным холестерином и токсинами гниющих белков, образуя интересные и устойчивые соединения. А лечение многих заболеваний как раз связано именно с выведением из организма неорганического кальция. А некоторые мелгрызут. Но дело не только в невозможности усвоения и использования для нужд организма неорганического кальция, ведь многие пьют и парное, то есть живое молоко, а не только пастеризованное мертвое. Казалось бы, ну вот, органический кальций, находящийся в естественной водорастворимой форме, в цельном молоке, он полезен и обязательно усвоится организмом человека, пойдет ему на пользу. Так? Вроде бы так. А нет, не так. Кстати, а чтобы ногти и волосы были крепкие, необходимо употреблять в пищу достаточное количество кремния. Да, непастеризованное цельное молоко содержит органические кальции, но дело не только в этом. Тут есть другая проблема. И вот почему у вас всегда будет дефицит кальция, если вы употребляете молоко в животных. Дело в том, что в молоке коровы, помимо кальция, есть еще и молочный белок козеин, а он является сильным закислителем. Так как в организме человека даже у грудничков нет ферментов, которые разбирают данный белок коровьего молока. Как и любой животный белок, для организма человека козеин является антигеном. Да, и вообще избыток азотистых соединений, которые являются ядами, окисляют ПАЖ среду желудка и всего организма. А козеин сильно закисляет внутреннюю среду организма. В результате, чтобы привести гомеостаз, то есть постоянство внутренней среды, в равновесие, в организме человека все среды щелочные, кстати. И только у людей, питающихся трупами животных и молочными, так называемыми продуктами, ПАЖ желудка имеет повышенную кислотность, несвойственную нашему виду. В данном случае, чтобы привести кислотно-щелочное равновесие в баланс, организм вынужден нейтрализовать избыточную кислоту в желудке большим количеством щелочи. В данном случае взятым в первую очередь из самого выпитого молока, то есть тот самый кальций. А природа всегда идет по самому простому и логичному пути. Проще взять из самого продукта. Более того, это количество кальция, содержащегося в выпитом молоке, не хватает для полной нейтрализации повышенной кислотности. Так как козин является долгоиграющим белком и не может легко перевариться и усвоиться. И тогда кальций берется из других съеденных продуктов. И хорошо, если он присутствует в рационе человека, то есть живая зеленая растительная пища. Или кальций берется из самого организма, разрушая его костную ткань. Что и происходит у 95% населения нашей страны, Европы и Америки. Часто у таких матерей, кормящих грудничком своим молоком, разрушаются зубы, скелет, ногти, волосы. Только потому, что они, поддавшись на рекомендации и даже требования, не понимающих биохимию и природную логику врачей, пить и есть молоко, творог. В данный период, период беременности и кормления грудью, употребляют молочные и мясные продукты, которые не свойственны видовому питанию человека. О чем и говорят, в том числе и данные факты. Чтобы кальций усвоился почти на 100%, необходимо, чтобы в продукте, в состав которого входит кальций, был и магний. В молоке коров и коз содержится очень мало магния. Не более, чем необходимо для усвоения 25% кальция, выпитого с молоком. Также и самого кальция в молоке недостаточно для нейтрализации окисления желудочного сока от сильного окисляющего воздействия молочного белка козина. Нужно в 3-4 раза больше кальция, чтобы провести эту реакцию. Вот если бы козин расщеплялся до аминокислот, если бы мы, люди, синтезировали в своих желудках фермент ренин, тогда мы смогли бы получать кальций из молока. Правда, тогда мы должны были бы синтезировать телячий фермент ренин, а когда пили бы молоко коз, то козий фермент ренин. Но такого нет и не может быть в природе, так как даже у телят, козлят, с определенного возраста ренин в их желудках перестает синтезироваться. И тогда они перестают сосать молоко своей матери, поскольку больше не могут полноценно его усваивать. И тогда телята, козлята переходят на видовое питание, начинают есть траву. А человек, хоть кол на голове тиши, продолжает лакать молоко коров из кружки, разумеется. Из вымени, ну как-то неромантично, даже некультурно. Ну и разумеется, кальция не хватает и в первую очередь несчастной матери, которая пьет молоко коров и ест творог. Ведь ребенку, плоду, через плаценту передаются все необходимые питательные и строительные вещества, даже в ущерб организму самой матери. Как это и предусмотрено разумно природой для сохранения вида, то есть все необходимое плоду любой ценой. И это истинно, дорогие друзья, это природа, таковы ее законы. И что же при нехватке кальция советуют врачи? Есть пророщенные зерна овса или ячменя, проростки, капусту или зеленый салат, укроп, пить сок листьев репы. А кальций из зеленой растительной пищи человек получает с избытком, причем из малого его объема. Нет, они советуют пить еще больше молока и есть еще больше творога. А суставы уже хрустят, страдают почки. О почках подробно в этой статье не буду отдельно. А печень? Печень является самой крупной железой нашего организма. Именно она должна осуществлять синтез многих белков, которые так необходимы для нашего организма. К примеру, гемоглобин, гликогена, разных ферментов. Она должна обезвреживать токсические вещества, поступающие в нее с кровью из желудочно-кишечного тракта. А оттуда поступает такое. Так вот, она участвует в лимфообразовании. Таким образом, играет огромную роль в обмене веществ. Надо бы о печени рассказывать подробнее. Впрочем, есть видео на эту тему. Посмотрите вот это видео потом. Но тем не менее, да, нужно. А то ведь есть такие люди, которые бездумно поедают мясо, пьют молоко животных, издеваются над своей печенью. И надо пояснить, к чему такое глумление всегда и неизбежно приводит. Вопрос только в запасе прочности и во времени. И ради чего люди все это делают, это едят? Ради пользы? Они так думают, ради незаменимых аминокислот? Так вы поймете, что это чушь. Может быть, ради вкуса? Так перестаньте есть, и вскоре вы почувствуете естественное и природное отвращение даже от запаха жареных вареных трупов. Слушайте внимательно. Печень является важнейшим органом, осуществляющим биосинтез белков. В ней образуется весь альбумин крови, основная масса факторов свертывания, белковые комплексы, такие как гликопротеиды, липопротеиды и другие. В печени происходит и наиболее интенсивный распад белков. Она участвует в обмене аминокислот, синтезе глютамина и креатина. Почти исключительно в печени происходит образование мочевины. Существенную роль играет печень в обмене липидов. В основном в ней синтезируются триглицериды, фасолипиды и желчные кислоты. Здесь образуется значительная часть эндогенного холестерина. Дорогие друзья, да-да, холестерин образуется у нас в организме, и его из пищи получать вовсе не нужно. Также в печени происходит окисление триглицеридов и образование ацетоновых тел. А выделяемая печенью желчь имеет важное значение для расщепления и всасывания жиров в кишечнике. Печень активно участвует в обмене углеводов. В ней происходит образование сахара из гликогена, окисление глюкозы, синтез и распад гликогена. То есть печень является одним из важнейших депогликогенов в организме. Участвует печень и в пигментном обмене, обмене биологически активных веществ, гормонов, биогенных аминов, витаминов. Экскреторная функция печени обеспечивает выделение из организма с желчью более 40 соединений, как синтезируемых самой печенью, так и захваченных ею из крови. В отличие от почек, она экскретирует такие вещества с высокой молекулярной массой и нерастворимые в воде. К числу веществ, экскретируемых печенью в составе желчи, относятся желчные кислоты, холестерин, фосфолипиды, билирубин, многие белки, медь и другие минералы. А барьерная функция печени состоит в предохранении организма от повреждающего действия чужеродных агентов. В основном белков, чужеродных белков, то есть тех, которые образовались вне нашего организма, и продуктов метаболизма, а также в сохранении гомеостаза, то есть постоянства внутренней среды организма. Барьерная функция осуществляется за счет защитного и обезвреживающего действия печени. Обезвреживающее действие печени обеспечивает химическое превращение токсичных продуктов, как поступающих из дне, так и образующихся в ходе обмена веществ. В результате метаболических превращений в печени, то есть окисление, выставление, гидролизм, конъюгация с глюкороновой кислотой и другими соединениями, уменьшается токсичность этих продуктов или повышается их водорастворимость, что делает возможным выделение их из организма, то есть вот различных токсичных веществ для нашего организма. Берегите, дорогие товарищи, печень – это важнейший, уникальнейший орган, поэтому проходите сначала антипаразитарную программу. Помните, что многие паразиты могут обитать в печени, в желчных, панкреатических протоках, принося непоправимый вред организму нашему, поэтому смотрите обязательно мою лекцию «Гриб-лисичка» и воспользуйтесь теми рекомендациями, которые я даю вам в ней, а также посмотрите те ссылки, которые я даю под видео «Гриб-лисичка». Идем дальше. Вы понимаете, что это значит и почему я не мог не остановиться на функции печени, да? Ведь поедаю чужеродные белки, вот эти самые антигены, ну, с трупами животных, то есть с мышечной массой, вот этой тканью, которую люди называют мясом, и молочными, так называемыми продуктами, мы забрасываем буквально печень непереработанными белковыми ядами, токсинами, которые она должна как-то, хотя бы частично обезвредить и передать через кровь почкам и лимфатической нашей системе. И это также значит, что все белки наш организм способен и синтезирует сам, если нет чрезмерной нагрузки на наши железы внутренней секреции. Организм полностью самодостаточным. Нам не нужны белки извне, из пищи вообще, за исключением переходного периода на видовое питание у сложных больных людей. Из аминокислот, которые синтезируются в толстом кишечнике, из растительной клетчатки определенной группой симбиотических бактерий, через кровь печень синтезирует нашему организму нужное количество различных белков, по крайней мере белков плазмы крови. Вот оттуда берутся белки. А также белки синтезируются из аминокислот, которые мы получаем с пищей, и синтезируются любые белки, нужные каждой клетке нашего организма, каждой группе ткани, каждому органу. В наших клетках, родных наших клетках организма, в органеллах, которые называются рибосомы, в них и происходит этот сакральный процесс сборки белка, то есть по-другому биосинтеза. Из чего? Из аминокислот. То есть, другими словами, что мы должны получать с пищей? Белки? Говоря о белках. Нет, аминокислоты, потому что любые белки, поступаемые нам с любой пищей, будь то животные, растительные, обязательно должны быть и будут разобраны до мономеров, вот до аминокислот. А уже кровь, наша жидкая соединительная ткань, перенесет эти питательные вещества, включая вот эти самые аминокислоты, в каждую клетку нашего организма, где будут строиться нужные для ее цели и задач белки. А высокомолекулярные, чужеродные белки нашему организму вызывают реакцию антигена-антитела со всеми вытекающими последствиями. Итак, аминокислоты вы получите из зелени, овощей, фруктов, проростков и так далее, и так далее. Даже орехи, по сути, не нужны, хотя вполне допустимы и вполне могут быть нужны для переходного периода, для определенных людей. Почему бы и нет? Я, кстати, два года специально не ел никаких белков, ни из орехов, ни из злаков, только без белковую растительную пищу. Ну, не умер. Напротив, много полезного приобрел. А белки-то синтезировались. Да, правда ведь? Ну, они же синтезировались. Но этот пример для истины, для понимания законов природы вообще никакого значения не имеет, как и тысячи других конкретных личных примеров, так как истина вообще не нуждается в доказательствах. А вот ложь нуждается. Поэтому нам обнушают через средства массовой информации, через книги уже долгие годы и десятилетия, что нужны белки, и начинают повторять одно и то же. А мы повторяем за ними, за этими так называемыми учеными, которые не научно это, якобы надобность в белках доказывают, а просто потому что. И читают мантры, типа незаменимые аминокислоты, детскому организму нужны белки, а эти белки полноценные, ну и так далее. В общем, возвращаемся к статье. Да, нам с ног на голову все давно уже перевернули. Это они пусть докажут безвредность вот как раз поедание трупов животных и жидкости, которые выделяют животные. Не говорю про пользу. Потребление животных белков пусть хотя бы докажут безвредность. Так не могут. Ни по одному пункту не могут доказать. Они могут только на уровне эмоций и ссылок на предков. Мол, всегда так ели. Они могут трясти жиром от злости. Могут трясти регалиями. А вы все до сих пор ищите, сколько там белков в том или ином продукте. Да неважно, сколько. Есть племена амазонки, которые вообще никогда не употребляют белков, но рожают и в 100-120 лет. Выкармливают своих детей, как положено, своим молоком. Они потребляют только 5-6 видов продуктов, из которых один ботат, сладкий картофель, это вообще углеводы фактически. Так вот этот ботат составляет 96% всей их пищи съеденной. А на выходе из пищеварительной системы белков у них в 10 раз больше, чем на входе. Эти исследования проводил американский доктор. Да, вы поняли правильно. Эти люди питались и питаются видовое, человеческая пища. Они вегетарианцы, веганы, сыроеды. Вот вам и белки. Вот вам и наука с большими пузатыми докторами и академиками с тройными подбородками, спиной у рта, отстаивающие свой стакан с молоком и кусок мяса. И навязывающих это другим. Я позже выложу в блог передачу с одного ток-шоу с такими вот умниками. Ох, это будет интересно. Кстати, уже давно это выложено. Посмотрите вот это видео. По ссылочке будет под видео доступно. А перейдя на живую пищу, на живую растительную с преобладанием зелени, овощей. Кишечник очищается и печень очищается. Очищается лимфа и кожа. Исчезают прыщи, складки и жир. Появляется сила и энергия. Но нужно делать только все со знанием дела. Изучить материал, разобраться. Есть программы по очищению печени. Есть программы по лечению гепатита, гепатозы и так далее. Все это существует. Природа нам все дала со своего стола. И нужные травы, и грибные препараты. А грибы, это высшие грибы, баздиальные, это лекарства в природе, как и растения. Так вот, дорогие друзья, будьте здравомыслящими людьми, будьте здоровы и счастливы. Это естественно. И это доступно каждому. И только отсутствие знаний и лень мешают нам достичь нужных результатов. Ну, отвлекся я от кальция, но уверен, что не напрасно. Перейдем вновь к кальцию в молоке коров. А если молоко употребляется пастеризованное после кипячения, то кальций органический переходит в неорганическую форму. И такая структура кальция усвоиться вообще не может, как, впрочем, любой минерал в неорганической форме. Помните, при очистке или тепловой обработке продуктов органические, водорастворимые и способные к усвоению кальций превращается в вещество нерастворимое в воде неорганический кальций. Это в основном карбонат кальций, который не может быть усвоен организмом человека или любого другого вытшив животного вообще. А он накапливается в организме и приводит к многим болезням. От артритов до камней песка в почках, печени, варикозного расширения вен. Вспомните, что происходит с минералами неорганическими, так она выпадает в осадок, верно? То есть эти минералы становятся нерастворимыми, а вы их начинаете видеть в виде осадка. Они становятся неорганическими, то есть шлаком. А вы думаете, если пищу варить и жарить, ну, кипятить молоко там или что угодно, то в организме будет как-то по-другому, будет волшебство? То есть не как в чайнике? Ну нет, будет именно так же, как в чайнике. Минералы все, причем не только кальций, станут мертвыми, станут шлаком. А органические минералы находятся в форме цитратов, органитов и других форм, но не карбонатов. И только растения в процессе фотосинтеза этого уникального и сакрального процесса вновь смогут из неорганических минералов, поступающих через корневую систему вместе с водой, построить и накопить в своем теле, в своем организме органические живые минералы, как и синтезировать первичную органическую биомассу, то есть сложные жиры, углеводы, жирные кислоты. А вот эта самая органическая форма минерала, это и есть совокупность, связь в единой структуре вот этих самых минералов с углеводами, жирами и белками. И вот этой массой органической, этой биомассой и будут кормиться все животные на нашей планете, то есть консументы в плане экологии. А в экологии консументы это кто? Это потребители, органики, разных порядков, в единых пищевых цепях и сетях биосферы планеты Земля, то есть самые большие экосистемы на нашей планете. А эта самая большая экосистема на нашей планете так и называется биосфера. А кто есть человек, как биологическое существо в этой сложной пищевой цепи? Вот это надо разобраться и понять. Знать это надо с малого возраста каждому человеку, чтобы человек знал, кто он в этом мире, какое он место биологическое, по крайней мере, занимает, как существуют вот эти сложные связи, пищевые цепи, сети, что такое экология, как наука, да? Какие процессы происходят от микроуровня до макрокосмических масштабов, так сказать, планетарных, по крайней мере. Так вот, посмотрите обязательно мою лекцию «Лес и почва», и вы очень многое поймете. Ну, а сейчас далее зачитываю статью. Кто знает экологию как фундаментальную биологическую науку, а экология – это не защита окружающей среды, это обывательское, неграмотное определение, а экология – это фундаментальная биологическая наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой и с окружающей средой, а также надорганизменные системы различных уровней, от популяции до биогеоцинозов и биосферы планеты Земля в целом. Так вот, кто изучает, тот знает, что все живые организмы делятся по принципу питания на автотрофных и гетеротрофных. Автотрофные организмы, как и следует из названия, являются продукцентами с точки зрения экологии, то есть организмами, которые способны создавать органическое первичное вещество из неорганических за счет энергии Солнца или химических реакций в биологических системах. Именно они составляют первый ярус в пищевой пирамиде пищевой цепи. Это условная пирамида. По сути, она является кругом. Если рассматривать обмен веществ в природе, то есть круговорот жизни вообще, так как в природе все циклично и все используется повторно и далее вечно, к автотрофным организмам относятся все абсолютно растения от водорослей до самых высших цветковых, а также хемосинтезирующие бактерии. Ну а гетеротрофные организмы это те организмы, которые потребляют уже готовое органическое вещество, то есть в готовом виде, которое поступает в их организмы с пищей. Это организмы, являющиеся в пищевой цепи потребителями готового органического вещества. Гетеротрофы делятся на две категории. Консументы и редуценты. Первые, то есть консументы, потребляют готовые органические вещества, синтезируемые автотрофами-продуцентами, но не доводят разложение органических соединений до минеральных составляющих. К консументам относятся преимущественно животные, включая естественный человек, а к редуцентам они разлагают органику до неорганических соединений, до минералов относятся к то бактерий и грибки, в том числе и высшие грибы тоже. Они заключительное звено в пищевой цепи экологической пирамиды. В ходе своей жизнедеятельности эти микроорганизмы и грибы превращают органические соединения, а часто это органические остатки и останки, переработанные консументами в неорганические вещества. Таким образом, круг замыкается. Разумеется, в эту сложную систему поступают и могут накапливаться дополнительные материалы, например, от разрушения горных пород, вымываемых ветром и разрушаемых ветрами, вещества, приносимые из космоса, так называемая космическая пыль и тела, и приносимые в биосферу человеком, удобрения, например, добываемые из карьеров или со дна морей, из озер в виде сопропелли и так далее. То есть биосфера это открытая, живая и разумная система. Биомасса в биосфере может расти, а может трансформироваться и запасаться в виде ископаемых углеводородов. Это уголь, нефть, газ и так далее. В природе все живые организмы по типу питания делятся на три группы. Первая это продуценты, то есть как раз автотрофные организмы. Это первые звено пищевой цепи, производители первичной продукции, биомассы, которые потом питаются все остальные организмы экосистемы. Это наземные и водные высшие зеленые растения. Исключение составляют только растения-паразиты. Это микроскопические, морские, пресноводные, фотосинтезирующие водоросли и бактерии, а также хемосинтезирующие бактерии. Такие бактерии являются хемоавтотрофными организмами и они образуют органику в виде хемосинтеза. Эти организмы производят органические вещества из неорганических соединений. Вторая группа это консументы. К ним относятся гетеротрофные организмы. И это второе звено пищевой цепи. Эти организмы не способны синтезировать органические вещества из неорганических, а они потребляют готовые органические вещества, поедая продуцентов в готовом виде. Консументы также подразделяются по специфике и физиологии питания. Носопрофагов эти организмы питаются мертвыми растительными останками. Фитофагов они потребляют живые растения. Зоофагов эти организмы нуждаются в животной живой пище. И некрофагов, то есть трупоядных животных и других организмов. Кроме того, есть еще организмы, которые питаются дендритом, то есть мертвыми останками растений и животных. Их дополнительно выделяют в отдельную группу детритофагов. Что ж, а теперь давайте разберем эту крайнюю важную тему поподробнее. Консументами первого порядка являются растительно-ядные животные. Исключение составляют растения-паразиты и растения со смешанным питанием типа росянок. Консументами второго и больших порядков являются плотоядные животные и хищники, а также всеядные, условно-всеядные животные, такие как кабаны, некоторые медведи, но ни в коем случае не человек. Так вот это консументы второго, третьего и далее порядка. Это также звенья пищевой цепи. Все травоядные и плодоядные существа. Человек является именно плодоядным существом. От слова плод, то есть растительно-ядные животные являются консументами, потребителями первого порядка. А не все вегетарианцы, разумеется, ну то есть веганы, сыроеды. Так как природа не предусмотрела механизмов усвоения неорганических, мертвых минералов, термически обработанной пищи, ну как вы теперь, я надеюсь, поняли, и не приспособлены к полному усвоению мертвой, дентурированной, вареной органики. Никакие живые высшие существа к этому не приспособлены в природе ни животные, ни человек. Потребители второго, третьего и далее порядка хищники разного уровня, так как они потребляют живую плоть, внимание, не вареную, живую, еще раз, живую, то есть сырое мясо, то, что они смогли поймать животное какое-то, разорвать и съесть, либо падаль, которую они смогли бы подобрать за хищниками. То есть они питаются трупами, добытыми в схватке, или подобранными, отобранными по случаю других видов животных. Но в экологическом плане, вне классификации, все потребители первичной продукции, вообще все, являются хищниками, так как питаются уже произведенной продукцией. Разумеется, в привычном, биологическом и бытовом смысле хищники это потребители второго порядка, то есть те, кто питается другими животными. Я так подробно разобрал эту тему для того, чтобы вы не могли вестись, что называется, верить тем, кто несет откровенную чушь, ахинею, не разбирающуюся в экологии, биологии, биохимии, с экранов телевизоров, из мониторов, компьютеров. Сейчас их много, и вот этот легкий и дешевый самообман, который многие допускают до себя, дабы потреблять привычную, любимую ими с детства и уже, так сказать, пищу, от которой у них есть абсолютная полная зависимость. Они гонят от себя все мысли неприятные и хотят плыть по течению и жить ради собственных брюшных наслаждений. Также в природе есть всевозможные формы сосуществования разных видов животных, растений друг с другом, а также даже в одном теле. Вот эти типы пищевых иных взаимоотношений очень многообразны. Они подразделяются на несколько типов. Во-первых, это симбиоз. Симбиоз – это форма взаимоотношений организмов, полезная для обоих организмов, то есть взаимовыгодное сожительство двух организмов, если говорить кратко и четко. Но есть еще такое взаимоотношение, как аминсализм. Вот эта форма взаимоотношений организмов полезная для одного вида, но вредная для другого, то есть по сути это паразит-хозяин. Есть еще третье – комминсализм. Вот эта форма взаимоотношений организмов полезная для одного и безразличная для другого. И еще четвертая существует – нейтрализм. Вот эта форма взаимоотношений организмов безразличная обоим. Она очень редка в природе, но тоже существует. Все, дорогие друзья, давно изучено. И только люди, которые не желают знать главное, то есть биологию, это самое главное в жизни, что только может быть, потому что от этого напрямую зависит качество и продолжительность вашей жизни, а также вашей семьи. Так вот, в человеке обитает много всевозможных микроорганизмов, это понятно. Последние десятилетия в нас размножается огромное количество и богатое по своему видовому разнообразию чуждых нам бактерий, вирусов, грибков, патогенных организмов, которые не являются для нас симбиотическими организмами, а являются в основном именно патогенными. По типу пищевых взаимоотношений мы с ними находимся в аминсализме, то есть в антагонизме. Им-то хорошо, они живут за счет нас, поедая дентурированную пищу, которую мы в себя поставляем, то есть вареную и жареную. Они паразитируют и в здоровых клетках и тканях нашего организма, а вот нам-то от этого худо. Посмотрите обязательно мои лекции, такие как грибки и паразиты, и паразиты, хотя бы краткую лекцию. Так вот, их жизнь нам оборачивается шлаками и гнойными токсинами, болезнями и ранней смертью. Но изменить такое положение дел в нашей власти, если мы изменим привычный, неестественный для нас образ жизни, мышление и, конечно же, питание. И вы можете спросить, неужто все микроорганизмы вредны для нас? Нет, конечно, есть и полезные симбиотические бактерии, о которых я уже рассказывал в своих лекциях, многочисленных, особенно и главное, самую основу я рассказал в моей глобальной лекции «Девять причин болезни». Да, дорогие читатели, извините за такие научные подробности, но просто не поняв логику и структуры взаимоотношений в природе, значение минералов для всех живых организмов, возможности для усвоения и использования, да? То есть, почему карбонаты, то есть неорганические формы кальция, магний не могут усвоиться живыми организмами и принесут огромный вред, тяжелые болезни и, конечно, раннюю смерть любому живому организму, как любому животному, так и человеку. Так вот, без всего этого, не зная это, не понять и молочную проблему. А органические и разнообразные минералы, как микро, так и макроэлементы, для нашего организма гораздо важнее и необходимее, нежели белки, которые, кстати, и именно они синтезируются у нас в организме благодаря специфическим, во-первых, бактериям-симбионтам, которые из растительной живой клетчатки синтезируют нам все аминокислоты, если, конечно, у нас нет дисбактериоза, всевозможных специфических аутоиммунных заболеваний, ну а также, если мы, конечно, едим для них родную, их родную пищу, которую они перерабатывают нам, в том числе, во все незаменимые аминокислоты, витамины и так далее. А вот минералы, как раз, дорогие друзья, они вообще не синтезируются у нас в организме, а поступают к нам с пищей и только с живой пищей. Они либо поступят к нам в организм, либо вообще не поступят. Если мы будем есть те продукты, в которых они содержатся, так вот, если бы люди знали, если бы они понимали, какой непоправимый вред наносит употребление в пищу несвойственных нам неорганических мертвых минералов, особенно сосудам, особенно головному мозгу, то многие, я уверен, перестали бы варить и жарить, ну, по крайней мере, 90% населения точно. Неорганические кальции часто скапливаются в мертвых концах кровеносных сосудов, в основном в брюшной полости, и это приводит к образованию всевозможных опухолей, например, липосаркомы среди стене. Если поражаются сосуды заднего прохода, получите геморрой. Неорганические кальции, кстати, препятствуют проницаемости сосудов, знайте это, а значит, ухудшаются обменные процессы. Еще одно важное добавление, чтобы поддерживать органические кальции в растворенном состоянии, необходим органические натрии. Вот почему так важна зелень. В зелени, дорогие друзья, это укроп, петрушка, сельдерей, базилик, любисток, и продолжайте бесконечно этот список, включая дикоросы, такие как трапива, сныть, поддорожник и так далее. Есть все необходимые минералы в органической форме, в идеальном соотношении, поэтому ешьте больше зелени. А где больше всего натрия? Ну, например, в сельдерее. Так вот, огромное количество кальция содержится в листьях репы. Кальция в листьях репы чуть ли не вдвое больше остальных веществ, содержащихся в ней, всех вместе взятых. Вот так-то. Очень полезен сок из листьев репы, из листьев свеклы. Можно потреблять совместно с соком из листьев одуванчика, морковным соком. Сок листьев репы успешно используют для лечения заболеваний костей и зубов. В природе у диких животных нет проблем с опорно-двигательной системой, и нет проблем с нехваткой кальция и иных элементов. Природой, дорогие друзья, все предусмотрено. И проблем со здоровьем быть не может. Ну, разве что только физическая травма. И смерть по этой причине. Так как любая болезнь есть изменение природной программы жизни. Извращенное, несвойственное виду питание. Дикое животное, в отличие от современных, цивилизованных, умных людей, употребляют в пищу то, что является естественной для их вида по своей генетической программе. И так миллионами лет без изменений вся биохимия отлажена и доведена без изъянов до идеальной точности и совершенства. Нет проблемы у тех народов, которые остались на родовых традициях и на естественном видовом питании. Такие племена еще были не так давно. Для человека, как для существа, по своей природе плода ядного, это живые, то есть без термообработки, ну как их создала природа. Плоды, овощи, зелень, злаки, орехи. Все зеленые плоды и травы содержат много кальция и магния. Это фактически наша кровь магний. Чем отличается хлорофилл растений от гемоглобина крови? Только ионами железа и магния. Ешьте живую, зеленую, богатую органическим кальцием растительную пищу. Кальция и других важных макро- и микроэлементов будет всегда в доставке. Козеин, молочный белок, фермент ренин, сахарный диабет первого типа, биосинтез белка и денатурация белка. Несколько вопросов к зрителям. Вы полагаете, что возможно получить нужный нам, особенно детям, белок из молока или молочных продуктов? А какой именно белок вы хотите получить? Для чего вы хотите получить белок? Вы из молочных белков хотите построить клетки вашего организма? Вы знаете, что любой белок, поступающий к нам в организм извне, даже растительный. Сначала нужно разобрать доаминокислот. Это не всегда просто и возможно. А затем нужно построить свои родные белки в каждой клеточке нашего организма, о чем я говорил уже выше. А всегда ли это возможно? А какой именно белок вам нужен? Может быть, казеин? Или сывороточные белки, такие как альбумин и глобулин? Какие вам нужны? Про них можно написать 5-6 листов. Ну, точно не в этой статье. Вы что-то в биологии понимаете? Так можно из молока и творога получить, усвоить белок? Получить-то можно. Или выпить, съесть. Это понятное, дурацкое дело, не хитрое. Съесть можно все, что угодно. Вот говорят, все полезно, что в рот полезло. Ну, такие брюхоногие существа обычно любят эти пословицы идиотские. А усвоить, в правильном понимании этого слова, усвоить нет, нельзя. Это попросту невозможно. Почему? Сейчас объясню. Немного я объяснял это уже выше, но повторение мать учения, тем более под другим, как говорится, углом и ракурсом, четко, подробно и коротко. Итак, слушайте. У коровы природа получения молочными телятами белков из коровьего материнского молока такова. В желудке теленка, в период вскармливания его молоком своей матери, вырабатывается фермент риним. Не путать с ферментом ренином, который пишется с двумя буковками N. А то уже много умников разных писало по этому поводу, вроде бы, во как, я безграмотный человек. Доказали, хотя на поверку оказалось, что это они безграмотные, не знают даже, что есть два разных совершенно фермента ренина, которые пишутся по-разному и являются разными ферментами совершенно разных систем и органов. Ссылочка на статью про ренин и ренин будет ниже под видео. Итак, вырабатывается фермент ренин, благодаря которому белок казеин расщепляется, то есть разбирается на составные элементы, то есть на аминокислоты, из которых впоследствии и собираются новые, нужные для организма белки в том или ином органе, в той или иной ткани. В данное время необходимое для роста теленка. Когда внутренние биологические часы у коровы и у теленка переключаются в новый режим, ренин в желудке теленка перестает вырабатываться, и теленок перестает употреблять молоко своей матери. У матери же перестает вырабатываться молоко, как это происходит в дикой природе. Только человек раздаил корову так, что этот процесс на долгое время еще остается, то есть выработки молока. Так вот, этот процесс прекращения выработки молока и синтеза фермента ренина в желудках телят происходит одновременно, то есть у теленка и у его матери, на гормональном, ферментативном и энергоинформационных уровнях. У коровы перестает вырабатываться молоко, который теленок переходит на видовое питание, присущее данному виду животного, то есть на зеленую травку, и будет питаться так этой видовой своей пищей до конца своих дней, такова природа. У людей, конечно же, пища иная, мы не травоядные, как, собственно, мы и не плодоядные существа. Мы плодоядные существа, а плоды – это концентрат энергии, солнце, минералов, земли. Это вершина пищевой ценности, которая производит биосфера, и в последующих звеньях пищевой цепи количество энергии от звена к звену уменьшается, и количество строительного материала по качеству его тоже ухудшается. Это известно науке экологии, да, и только неизвестно людям, которые, в общем-то, живут по понятиям, верованиям и желаниям. И так такова природа. Если такого, перешедшего или переходящего на видовое питание теленка продолжать неестественным путем поить и далее коровьим молоком, то ему будет трудно переваривать казин. Причем у каждого вида животного, млекопитающего животного, свой специфический казин. Он будет тогда болеть и даже может умереть, поскольку казин уже не будет полностью перерабатываться и усваиваться, а будет отравлять организм гнойными токсинами и откладываться, утилизироваться в теле теленка в виде шлаков и прочих продуктов распада органики. Насыщаться различными ядами. Кстати, мне писали не раз ветеринарные врачи с большим опытом, что были случаи, когда коровы попадались, которые вот как-то прижимаясь к стойлу, к каким-то там столбам выкручиваясь, высасывали сами у себя из выменя молоко. Вы знаете, что интересно, чем кончались эти истории? У них был рак, но про яды токсины позже. На примере людей я уже разбирал подобное не раз в своих видео. Важно понимать, что любой молочный белок, полученный с пищей, у любого высшего животного, его малыша, не усваивается сам по себе, каков он есть, и всегда разбирается, или они, белки, разбираются на аминокислоты, то есть структурные элементы белковых молекул, и из них строятся разнообразные, необходимые организму в данный момент времени свои специфические белки, идущие на рост новых, на замену старых и больных клеток. На эти процессы тратятся энергия, специфические ферменты и прочие биологические вещества и элементы. Этот процесс называется в биологии биосинтезом белка. Почти в каждой клетке содержится более двух тысяч различных по строению и свойствам специфических белков. Ммм, каково? То есть любой белок, попав к нам в организм, не может усвоиться сам по себе уже только по факту попадания в организм. А вот теперь другой вопрос, грамотный вопрос. Он заключается в том, а какие белки, попадая к нам в организм, вообще могут усвоиться? Ну, то есть разобраться, поступившие, собраться новые, нужные нам. А какие не могут вовсе? Или могут, но с такими потерями энергии, АТФ, лития, ферментов, а ферменты это тоже белки, и прочих биологически активных компонентов, что лучше вовсе их не потреблять. Более того, этот процесс возможен только если съеденная пища не прошла, термообработки выше 70 градусов. А вообще-то, строго говоря, выше 43, так как при температуре свыше 70 градусов происходит полная и необратимая денатурация белков, то есть разрушение первичной структуры белка и плавление ДНК, то есть происходит полная смерть клетки и всего живого с полностью уничтоженной информацией. А все ферменты разрушаются уже от 43 градусов. Я не раз буду касаться, и уже касался этой темы, буду напоминать вам эту прописную истину в новых своих видео постоянно на основе азы цитологии и биологии. Ох уж эти белки! А некоторые умники от медицины все пишут. Из казеинов в процессе переваривания образуются вещества, оказывающие влияние на мозговое кровообращение, поэтому молоко незаменимо для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обалдеть! Вот у них кто пишет такой? Казеин явно оказал заметное влияние на мозговое кровообращение, тут и спорить не с чем. Ну вот просто факт налицо. Точно оказал. Да, таким людям лишь бы сказать, что и сами объяснить не сумеют. Главное больше непонятных, ничего не объясняющих фраз и слов. Ну, пыль в глаза. Им так легче жить, что ли, не пойму. Скорее всего, легче. Так почему же человек не должен пить молоко коров, кос и других животных? Есть ли разница в принципах и механизмах усвоения молочных белков у коров и у людей? Огромная и принципиальная разница существует. Вот тут-то разница просто инопланетная. У людей природа получения и усвоения грудными детьми молочных белков совершенно иная, нежели белков коровьего молока у телят. Даже у грудных детей в организме нет ферментов, которые могут разобрать молочный белок, казеин, до аминокислот. Нету ренина, просто нет. Поэтому не слушайте глупости вроде того, что у детей есть ферменты, а у взрослых нет. Дальше вы поймете, о каких ферментах имеют в виду врачи, не совсем грамотные. А у детей нету вообще, запомните это. Зато у их матерей, у всех женщин, в молочных железах обитают специфические бактерии, симбиотические бактерии, которые вместе с ее материнским молоком естественным путем при высасывании ребенком попадают в желудок ребенка. Делают они то, что фермент ренин делает в желудке телят. То есть разбирают казеин, до аминокислот. Вот как это происходит. Ну а далее идет процесс биосинтеза белка в каждой клеточке ребенка. Таким образом, грудной ребенок получает белки из организма матери, пока он употребляет молоко своей матери. И только пока потребляет. По крайней мере, молоко любой женщины в крайнем случае кормилицы, как это было на Руси в прежние времена, а никаких смесей и прочего не было. Подрастающий ребенок и взрослый человек более никогда в жизни не должен употреблять молоко, так как его биологические часы природа переключила, уже давно переключила на другой рацион. То есть с момента отнятия ребенка от груди. Этот этап онтогенеза, то есть индивидуального развития организма, закончен на данном этапе. Вы понимаете, что это значит? Это законы природы. Так, оно есть. А это значит только то, что нет ни одного биологического механизма и процесса, который бы позволил полноценно разбирать, усвоить белок козьим из молока любых видов животных. Только то, что нет ни одного биологического, биохимического механизма и процесса, который бы позволил полноценно разобрать, усвоить белок козьим из молока любых животных, даже грудным ребенком, так как фермента ренина у людей, у грудных детей просто нет. А уж тем более молочный белок коров не может усвоиться подросткам или взрослым человекам. И все это даже в случае, если молоко живое, натуральное, органическое, из деревни, а уж не говоря про пастеризованное. Помните, что при термообработке более 70 градусов по Цельсию ДНК плавится, и первичная структура белка разрушается. Такая донатурация в биологии называется полной и необратимой донатурацией белка. Такой продукт является мертвым, попадая в желудок, далее он, частично растворяясь, поедается в пищеварительной системе человека патогенными микроорганизмами, редуцентами, то есть бактериями и грибками, которые очень хорошо растут на молоке, и выводится из организма отчасти через печень, почки, кожу, но только частично. Организм все равно получает шлаки и токсины, а как следствие и болезни. Тогда, когда организм начнет слабеть с возрастом, имея какие-то болезни, приплюсуются новые и так далее. Ну а вирусы легко и радостно селятся в благоприятную для них среду, а также в ослабленных клетках и в местах скопления гнойных токсинов. Про всевозможных червей, то есть гельминтов, да, паразитов, и иных паразитов я уже и не говорю. На здоровой клетке, дорогие друзья, вирусы не паразитируют. Дети, которые питаются коровьим молоком, более упитанные на вид, да, то есть поскольку жир, гной и черви создают упитанный вид, круглые формы, и возможно, да, такие дети быстрее растут. Но они будут более больными, с хроническими заболеваниями, поврежденными почками, печенью, так как наш организм не рассчитан на переработку такого огромного чудовищного количества белков, которые сейчас люди в себя впичкивают, а только на случайное попадание. Да, организм рассчитал, природа создала желудки с соляной кислотой, с ферментопепсином. Для чего? Для случайного попадания туда каких-то белков, например, с плодами, ну, скажем, гусениц с яблоком и так далее. А также желудок является защитным барьером на пути попадания инфекции, потому что все инфекции, вирусы, грибки, бактерии, это белковые продукты, и поэтому расщепление белка желудком – это защитная реакция и защитный процесс организма. А помимо молочных белков в молоке есть и другие опасности. А как насчет детского кишечника, который от природы не приспособлен к кислой среде? Но ведь белки, а в корове молоке вдвое больше белков, нежели чем в материнском, человеческом, да еще и чужеродные они, вот эти антигены, будут закислять желудок, нередко часть кислоты проникает дальше по ходу продвижения пищи, по другим отделам пищеварительной системы, стенки кишечника повреждаются кислотой и могут начать кровоточить. Вот вам и кровяной понос. Кровь выводится организмом через кишечник, а ребенок испытывает нехватку железа, а ему – через родителей. Врачи прописывают мясо, печень, говорят ребенку – нужно мясо! Но такие врачи не понимают причины нехватки железа. Кстати, самая главная причина нехватки железа, пониженного железа, дефицита эритроцитов, являются паразиты. Например, одна анкилостома может высасывать до 30 мл крови в день, а если их 10 – это 300 мл. Ну, понятно. Да, хотите много железа – и ешьте, и пейте свежую свеклу, свекольный сок, проращивайте зелень, ешьте яблоки, грецкие орехи. Много везде есть зелени. Если организм здоровый, нет дисбактериоза, нет аутоиммунных заболеваний, то проблем никаких нет с усвоением и дефицитом железа не будет. Если у вас, конечно, нет паразитов или лямблей, то есть паразитарных, простейших организмов. Так что вот это надо иметь в виду. А нам по-прежнему, говорят, толдычит молоко, мясо, опять эти белки, да еще в донатурированном, мертвом виде, то есть вареные, жареные, ну просто преступники. И причем вся эта информация есть в закрытых и в открытых медицинских журналах, источниках, научных статьях, диссертациях. Но до широкого круга людей эту информацию просто не доносят. Так как есть индустрия и есть контроль ныне тотальный. Сами врачи, обычные врачи, это винтики в этой системе. Такие же люди, они обучались на ошибках своих учителей, на лжи, на искаженных представлениях о природе и биохимии. Они же обучают это глупостям уже своих учеников. Так поколение за поколением. А свои теории, свои взгляды, свои верования, они отделяют от реальной жизни. Отгоняют от себя. Подсознательно и осознанно. Вот это плохо, это нечестно. Такого не должно быть. Но они считают свои заблуждения и свою слепоту за правду. А поскольку логики в их рассуждениях нет, и они могут только сказать, улучшают мозговое кровообращение, там фыр-пыр-десядер. Они обосновывают свои, в кавычках обосновывают свои взгляды, выдавая их за истину. Аксиомами и бездоказательными цитатами. Кстати, об этом обязательно посмотрите мою лекцию про зацикленность, предвзятость в суждениях и про стереотипы в подсознании. Очень ценная статья, которую я тоже озвучил. Обязательно посмотрите, под видео будет ссылка. Итак, остеопороз, нехватка кальция. Одна из причин этой болезни – высокое содержание белков животного происхождения в пище. В результате происходит усыхание костей, особенно в пожилом возрасте. При дефиците воды и так далее. Да, есть и другие заболевания. В последние годы вообще все болезни молодеют. Дети быстрее заболевают старческими болезнями. А старческие болезни – это не потому, что неотвратимо, а потому, что с возрастом накапливается слишком много токсинов, ядов. Кто потребляет животные белки, страдает от повышенной кислотности в организме и насилует свои остеобласты, которые размещают кальций в костях. Нагрузка на них становится огромна. Систему усвоения кальция нарушается. А ей дают молоко, новый кальций, со страшным, тем самым, белком, казеином, который закисляет организм. И он работает на износ. И все идет по замкнутому кругу вновь и вновь. Да, только вот резервы организма, дорогие товарищи, ограничены. Вот подумайте над этим. Потому и болезни, в основном раньше с возрастом, а теперь уже и в молодом возрасте, становятся, наступают на пятки, что называется, и есть у каждого. Но это ненормально, что есть болезни. И, как говорится, мы копаем могилу себе, вилка и ложка, истинные изречения. И бог создал пищу, а дьявол, кулинара, в этом тоже истинно. Ну что ж, переходим к следующему пункту. Сахарный диабет первого типа. Что это такое? Это аутоиммунное заболевание, которое вызвано непосредственно употреблением молочного белка казеина. Огромная проблема, которую, к сожалению, понимают далеко не все врачи, это прямая зависимость потребления молока и молочных продуктов и следствие этого потребления сахарный диабет первого типа, тип А. Удивлены? Думаете, диабет бывает только от чрезмерного употребления сахаров? Нет. От сахаров, круп, макаронов, вареных, печеных продуктов бывает второй тип сахарного диабета. И он, кстати, лечится очень быстро, буквально за 2-3 недели, максимум за месяц. А вот первый тип сахарного диабета совершенно от другого. Слушайте внимательно. Для того, чтобы понять весь процесс возникновения диабета первого типа, бывает практически только от потребления молочных продуктов, необходимо понять принцип реакции нашего организма на попадание в него извне антигенов, то есть чужеродных белков, чужеродных агентов. Внимание! Антигенами для организма человека являются только высокомолекулярные, в основном, животные чужеродные белки. И это второй курс биохимии. Это прописные истины. А наша иммунная система, дабы нейтрализовать врага, вырабатывает огромное, нужное количество антител, например, лейкоцитов, фагоцитов, лимфоцитов и так далее, которые устремляются к чужеродному агенту, поедают его путем фагоцитоза и погибают вместе с ним. Помните, после любого приема в пищу мяса, молока, яиц, сыра, рыбы, рыбы в меньшей степени, большинство чужеродных белков все же удается уничтожить. Но результатом такого поглощения являются шлаки и токсины, а также трупный яд, кодоверин, а также яды, которые образуются в результате выделения микроорганизмов, редуцентов, вот в этом процессе поедания ими уже донатурированных, поставляемых человеком свой, желудок, а далее кишечник, белков, мясных, там и прочих. Часть этих шлаков не выводится из организма, откладывается в виде дегидрированных коловых камней, складках стенок толстого кишечника, часть в межклеточном пространстве и любых иных полостях организма. Это и гайморовые и прочие пазухи и так далее. А что это за вещества? Это гнойные токсины в виде соплей, гнойники различные, мешочки с гноем, ну там миомы, полипы, кисты, ну и, конечно же, сильно страдают почки и печень, ведь они должны нейтрализовать белки в крови, лимфа, вся иммунная система страдает. Но с молочным белком козеином еще все сложнее. Дело в том, что козеин состоит, как любой, впрочем, белок из аминокислот, который расположен в определенной последовательности вот этих аминокислотных звеньев. Но вот беда. Точно почти в такой же последовательности расположены и аминокислоты наших бета-клеток, островков лангерганса, это островки поджелудочной железы, которые отвечают за синтез гормона инсулина, который проводит глюкозу в клетку. И вот когда или если наша иммунная система распознает козеин как антиген, а это рано или поздно всегда происходит, она начинает уничтожать и сам белок, и иногда переключается на свои же собственные клетки организма, идентичные по структуре аминокислотных звеньев, белку козеин. То есть антитела нашей иммунной системы, которые должны бороться с антигенами, начинают поражать наши собственные клетки организма. Это и есть причина, и это и есть природа любого аутоиммунного заболевания, в данном случае диабета первого типа. И это не обязательно произойдет сразу и у всех, но при регулярном и обильном потреблении молока и молочных продуктов с детского возраста практически обеспечено. Но к тому же сейчас десятки существуют других аутоиммунных заболеваний. Я привел пример про диабет первого типа, говоря о козине. Существует много других высокомолекулярных белков. Посмотрите, сколько сейчас детей с диабетом первого типа, а сколько в Америке, да и каждый третий, где пичкают детей молоком чуть ли не насильный в огромных количествах, благодаря рекламе и продажным и или необразованным врачам. Очевидно, что употребление молока в раннем детстве может вызывать диабет даже в преклонном возрасте или просто в любой момент, когда иммунитет будет ослаблен. Причем риск заболевания во взрослом возрасте состоянии тем выше, чем больше употреблялось молока в раннем детстве. А ведь такой тип диабета не лечится, лечится только переходом на сыроедение и применением природных средств к лечению. То есть нужно изменить полностью образ жизни, мышление, питание и так далее. Кстати, у меня есть видео лечения сахарного диабета первого и второго типа, посмотрите его обязательно. Но лечение это сложное, особенно когда уничтожено большое количество бета-клеток, то есть островков лонгерганса, поскольку это целая группа специфических клеток, которые отвечают за синтез гормона инсулина. Чем их меньше, тем сложнее, поскольку запускается тем более еще цепная реакция. Причем мать, потребляющая во время беременности молоко животных, рискует передать все вышеописанные проблемы ребенку еще до рождения через кровь. И уж точно передаст гной через свое молоко, когда будет кормить ребенка своего грудью, своей. Если до и в период беременности она употребляла молоко, тем более творог, тем более сыр. В странах, особенно северных странах, где исторически молочное животноводство наиболее развито, самый высокий процент остеопороза и, кстати, заболевания диабета первым типом. Успокойтесь вы насчет белка. Где взять белок? Будут обязательно говорить, желать говорить, говорить, писать. А где же взять белок? Да нигде его брать не надо. Он синтезируется в нашем организме из живой, только живой растительной клетчатки благодаря нашим родным уникальным бактериям симбиотически, обитающим и сохраняющимся в аппендиксе такой некий инкубатор. У него несколько функций, это в том числе. Не поленитесь и почитайте труды хотя бы Академика Уголева об этом. Да и просто подумайте, как белок получают многотонные травоядные животные. Да, понятно, рубец, там много бактерий, а нам не надо много, нам малого достаточно. Кормящим женщинам не нужно молока по 50 литров давать в день, и даже по 5. И нам не нужно 300 или 500 килограмм мышечной массы. Так вот, а творог это вообще концентрированный казин, а сыр, особенно твердый, это чистый казиновый клей. Кстати, казин раньше применялся в столярке очень хорошо. Но не продукт питания вовсе. Сыр вообще не должен попадать в человеческий организм. А для строительства, кстати, как и молоко и творог, он пригоден. А твердый сыр, это вообще те остатки, которые, скажем так, даже бактерии уже не могут поедать, перерабатывать. Понимаете? Ну что, не противно? Не брезгуете теперь? По-моему, это вполне понятное извращение. А некоторые с плесенью. Какие же гурманы есть? Живут ради своего брюха. Надо жить ради какой-то великой идеи в идеале. Надо что-то создавать, созидать. Человек это творец, а не брюхоногое создание, потакающее своим бешеным и идиотским привычкам, желаниям, порочным страстям и так далее. Нужно быть человеком, воспитать себе человека. Никогда еще это не поздно. И только слабый человек будет отрицать даже разумное, очевидное, и, так сказать, биться либо в истерике, либо в злобе, ну, либо в безумии. Что ж, следующий пункт это лактоза, молочный сахар. И это огромная беда, дорогие товарищи. Так вот, попадая в желудок, лактоза под воздействием соляной кислоты, а лактоза это дисахарид, молочный сахар, распадаются на глюкозу и галактозу. Это два моносахарида. С глюкозой проблем нет. И сахаров это основной источник энергии, она усвоится без остатков. А вот с галактозой огромные проблемы. Она вообще не усваивается человеческим организмом с того момента, как ребенка отнимают от груди. И поскольку ген, отвечающий за переработку и усвоение галактозы, с этого момента отключается. Все. Так разумно и верно предусмотрела природа. А нам все талдычит, что в сорока лет примерно только. Ну так они хотят вылакать свое любимое молоко. Ну так жаждут. Ну, ну пусть. Пусть для них это будет лично со ста лет. Я разрешаю. Я вообще не против. Пусть только успокоятся угомоняться крикуны. А вот галактоза, этот самый моносахарид, Она нужна для грудного ребенка, как резерв дополнительной энергии. Поскольку запасов энергии у грудничка в виде гликогена еще нет. Мало его. В случае надобности, вот печень грудного ребенка, потребляющего только материнское молоко, переработает его в глюкозу. Это возможно. Взрослый человек, и даже ребенок, отнятый от груди, не может уже перерабатывать галактозу в глюкозу. Когда ребенок уже взрослый, он вырос с грудничкового возраста, он уже не является грудным ребенком. Молоко у матери своей он перестает сосать. И это естественно. Вот как тут не рассуждать, не мечтать о чем-то, не обманывать себя, не приводить какие-то примеры, все это будет извращение. Тут просто вариантов нет. Таковы законы природы. У всех детей и взрослых галактоза не выводится из организма, а накапливается всю жизнь. И откладывается она в подкожных слоях, особенно у женщин, особенно на бедрах. Это всем известный и непонимаемый, откуда берется многими врачами, любимый целлюлит. Отложение галактозы на глазном хрусталике – это катаракта. Отложение галактозы на суставах, а она очень любит там откладываться. Это различные формы артритов и артрозов. Вспомните многих бабушек из экологически чистых мест, деревень, прошлого, когда такие скрюченные пальцы и так далее, да? Особенно, кстати, это у тех, когда проводить опросы, статистику, кто очень любил творог и молоко и так далее. Так вот, отложение этой галактозы – это кому как повезет. Миллионы людей ставят такой интересный и полезный для науки эксперимент на себе. Есть и много других мест для отложения галактозы. А теперь еще один пункт. Жир. Окисленный холестерин и свободные радикалы, насыщенные жиры и атеросклероз. Какая прелесть, да? Так, ну тут две проблемы. Это, во-первых, сам жир, то есть сам по себе, его высокое содержание в молоке. И то, главное, что когда люди пьют молоко, в организм поступает не жир, не просто жир, а кисленный холестерин. Ну, холестерин – это животный жир. Так вот, этот окисленный холестерин становится окислителем, он становится свободным радикалом. Это мощнейший мутаген. Как только первая стройка молока ударяется о ведро, происходит окисление жиров. Именно такой жир и содержится в молоке, который люди пьют, они же не сосут выми у коров. Поэтому жир в молоке коров из бидона и становится оксидированным, окисленным жиром. Такой жир гораздо опаснее обычного. Поэтому, кстати, дорогие друзья, а растительные жиры также быстро окисляются, я категорически не рекомендую всем разумным людям по двум причинам. Одна из них, вот та, что я сейчас сказал, да, есть всякие там урбичи. Продолжаем. Окисление жиров молока происходит при соприкосновении с воздухом. Например, когда молоко перемешивается при дойке, при переливании, сепарировании, обработке. Да-да, сливки и сливочное масло – это концентрат окисленных жиров. А какие это жиры? Гидропероксид липида, например, тяжелый мутаген. Природа ведь не предусмотрела таких извращений, таких манипуляций. То есть при грудном скармливании окисления, разумеется, не происходит, так как ребенок, теленок, там, козленок, естественным путем, как это предусмотрела природа, высасывать молоко из груди или там вымени, без соприкосновения с воздухом. Жиры должны поступать к нам в организм не окисленными. Запомните это на всю жизнь. Ну хватит извращать уж природу, а? Хватит калечить разум человеческий. Теперь свободные радикалы. Что же это такое? Свободные радикалы – это молекула, которая лишилась важной части самой себя, одного из электрически заряженных электронов, которые ходят по своей орбите внешне парами. Чтобы восстановить свое равновесие, радикал старается украсть как бы электрону соседней молекулы или отдать свой другому радикалу, потерявшему пару. Таким образом он создает путаницу, врывается в структуру белка, жира, ДНК клеток, изменяя и разрушая их. Если же объектом разрушения оказывается молекула жира, могут начаться разрушительные цепные реакции, в результате которых разрушаются клеточные мембраны и, следовательно, клетки. Действия свободных радикалов в метахондриальных ДНК вызывают мутации, приводящие к многим заболеваниям, в первую очередь к различным формам рака, что естественно. Свободные радикалы образуются при облучении, жарке, варке, кипячении, при окислении жиров. Окисление жиров. Кислород растворяется в жирах в 8 раз быстрее, чем в воде. Когда жир поглощает кислород, а это жарко на масле, к примеру, да-да-да, он становится переокисленным и более опасным. Он насыщается молекулами гидропероксида липида. Это страшнейшие свободные радикалы. Это часовая бомба, которая непременно взорвется в клетках организма. Страшнее могут быть только гетероциклические амины и нитрозоамины. И это я уже освещал в отдельных своих статьях, в моих видео по мясу и так далее, и так далее. Так вот, под воздействием тепла, железа, меди и других различных ферментов и других факторов катализаторов, оно распадается и производит страшнейший гидроксильный радикал, который разрушает десятки клеток за раз, производя цепные реакции. Это любой тип рака, более быстрое старение и смерть. Реакция холестерина с кислородом порождает продукт окисления ужасные свободные радикалы, которые совместно с сильнейшими катализаторами, такими как железо, кстати, ешьте больше мяса, это злая шутка, если кто не понял, создают огромное количество молекул окисленного холестерина, которые, к примеру, даже могут свободно проделать дыры во внешней оболочке аорты. Ну а такие трещины и отверстия в сосудах – это благоприятные места для скопления тромбоцитов и разного мусора. Так образуются бляшки, которые ведут к закупорке артерий. Люди, которые едят большое количество животных жиров, гораздо чаще заболевают раком толстой кишки. Вспоминайте про функции толстой кишки. А молоко и молочные продукты – это и окисленные жиры, это и клейкозеин, это и галактоза. Это такой набор вредных компонентов, что совместно с неорганическим кальцием образуются такие крепкие холестериновые бляшки, что их чрезвычайно трудно растворить. Проблема жиров, в том числе молочных, не только в том, что они поступают к человеку в организм в окисленном виде, но практически все виды жиров животного происхождения – это насыщенные жиры, которые содержатся не только в мясе млекопитающих, птице, но не в рыбе. Но и в цельном молоке, сыре и сливочном масле эти жиры разрушают артерии всеми возможными способами, делают кровь более вязкой, приводят к образованию тромбов. Животные жиры стимулируют выработку простагландинов или экатриенов. Эти вещества разрушают суставы и способствуют развитию ревматойного артрита, а также мигрени и псориаза и других болезней, в том числе в первую очередь системных. Сливочное масло подавляет возможности организма к детоксикации. Что же касается воздействия животных жиров на гормональную систему организма человека, то хочу привести лишь один факт, что насыщенные жиры повышают в крови уровень эстрадиола. Ну это кто любит пиво, задумайтесь, там хмель, а это фитоэстроген. Так вот в крови повышается уровень эстрадиола у женщин, а это вещество является канцерогенным и приводит к образованию полипов и рака толстой кишки, а у мужчин приводит к раку простаты. А в плодах, овощах, зелени, тех продуктах, что природа отвела в качестве корма всем плодоядным существам нет холестерина. А нужный нам полноценный холестерин, про который толдычат эти дятлы, всегда синтезируется у нас в организме из углеводов и белков, всегда и столько, сколько нужно. Для этого нужно только иметь здоровую, а не больную печень. Ожирение это беда современного мира. Из-за неестественного питания избыточный жир может быть двух типов – подкожный и висцеральный, то есть жир внутренних органов, а также особый жир с галактозой. Вот я смотрю на людей и сразу вижу, что они едят, это сразу видно. Внутренний висцеральный жир, который скапливается в области печени, почек, вокруг иных органов, намного опаснее, чем подкожный жир вокруг бедера и ягодиц. Человек внешне может быть и не толстый, но иметь до нескольких килограммов такого жира. Явный признак наличия большого количества внутреннего жира – это оттопыривающийся такой вот живот, пусцо, особенно свисающий с ремня. Висцеральный жир приводит к болезням сердца, инсульту, инфаркту, к сахарному диабету второго типа и другим болезням. Внутренний жир приводит к осложнениям течения таких заболеваний, как атеросклероз, болезнь Альцгеймера, любого типа рака и после операционных реабилитаций. Усиливает метаболический синдром, повышает давление, ухудшает кровообращение и так далее, и так далее. Многие врачи неохотно берутся оперировать толстых людей, понимая грозящие осложнения и сложности заживления тканей до и после операции. Почитайте Академика Уголева, сердцехирурга, к примеру, на эту тему. Теперь немного про атеросклероз. Это типичное явление современного денатурированного и суррогатного мира. Это постепенная закупорка и отвердевание, благодаря неорганическим минералам, артерий. Главным минералом затвердевания является здесь кальций, конечно же, карбонат кальция. Эти процессы начинаются ещё в молодости, продолжают процессы развиваться у всех блюдоманов в средние годы и убивают в рассвете лет многих, по несколько миллионов человек в год в мире погибает от последствий этого заболевания, этого состояния организма. Если в двух словах, то это происходит потому, что плохой холестерин, условно мы его назовем так, чужеродного происхождения, попавший к нам в организм пищи, или когда больная печень не справляется с выработкой, естественно, нашего холестерина и регуляцией этих процессов липидных в том числе, да, когда лимфатическая система с этим не справляется и так далее, по многим другим причинам, происходит следующее. Этот самый холестерин, чужеродного происхождения, попавший к нам в организм пищи, он находится в крови и претерпевает химические изменения, окисляется, иными словами, протухает или становится ядовитым из-за воздействия свободных радикалов, откладывается на стенках артерий в зонах трещин и микроотверстия, микроповреждений, опять-таки возникших из-за неадекватного питания образа жизни. Вот и образуются бляшки, артерии, они закупориваются, по сути, своей можно аналогию с бетоном привести. Арматура в бетоне это как раз кальций неорганический, а, соответственно, холестерин это цементная масса. А оторвется такая бляшка, забьет сосуд, сделает кляп. Если сосуд, питающий определенный участок мозга, будет забит, а кровь дальше не проходит, кислород не проходит, вот вам инсульт. Если это участок, питающий сердечную мышцу, вот вам инфаркт. И молоко, вот в том числе, способствует ожирению. Основными источниками энергии, конечно же, является глюкоза. Если основной процесс получения энергии идет у нас с помощью гликолиза, а не с помощью кетоза, о чем я, конечно же, расскажу в отдельной лекции про кето-диету, так называемую, какие они бывают, в чем ошибки, заблуждения многих авторов и что правда. Когда мы с пищей получаем достаточное количество глюкозы, фруктозы, то излишки энергии, если уже в виде АТФ запас большой, в виде гликогена, то есть животного крахмала, упакована вся глюкоза, какая только может упаковаться в мышцах и в печени, то излишки откладываются в виде жира, конечно же, если калории чрезмерные. У здорового человека жировая прослойка очень тонкая. Она не должна свисать в виде складок с живота, с боков, с шеи. Это неестественно и ужасно. Калории, которые поступают в наш организм с углеводами, в отличие от жиру, уже частично окислены, но это не так страшно, и они быстрее сжигаются при потребностях энергии. Поскольку современные люди едят много сладкого, много углеводов, я уже не говорю про конфеты, прочие сласти, которые, так сказать, не являются пищей, а искусственно созданной человеком из сахара, сахароза, рафината и прочей гадости, то у них всегда избытки углеводов есть, значит, много лишней энергии, которую нужно аккумулировать в запас, то есть в жир. Молоко же содержит до 49% жира, обезжиренный кефир до 20%. Да-да, дорогие друзья, не удивляйтесь, это информация для тех, кто пьет так называемый обезжиренный кефир, якобы с содержанием жира 1-2%, так вот хочу сказать вам, что это не правда, это маркетинговая обманка, ход этого не бывает. Это вранье производителей и глупость дилетантов. Да, это глупость, не обманывайтесь, такого не бывает. А знаете почему? Да потому что луковые статисты, лоббисты считают процент жира от процентов воды в молоке или кефире, но не от всей массы продукта. Вот так-то, поняли? Зачем нам врут? Затем, чтобы купили спокойно. А кто купит, если будут знать, что там 49% жира? Вот так. Так вот, выпивая 600 грамм молока, к примеру, вы получите столько же холестерина, сколько при съедании 1 килограмма жирной колбасы, к примеру. А вот мононенасыщенные жиры, то есть это кедровое, оливкое, льняное там и так далее, и различные растительные вообще масла холодного отжима, окисляются хоть и медленно, но тоже окисляются. И все-таки они активно помогают замедлить разрушительные реакции свободных радикалов, если они свеже отжатые. Или отжатые, как на Руси это делают, да и во всем мире сразу отжимали и потребляли в пищу. Ну, как были мельницы маленькие, ручные намололи и сделали, и также маслодавки маленькие. А сейчас самый лучший вариант – это вакуумного отжатия масла. Вот мы такую линейку стали выпускать, потому что там вообще не окисляется. И то же льняное масло не горчит, как оно в любом случае чуть-чуть больше-меньше степени, а прям сладенькое даже, потому что окисления вообще нет. А самое полезное масло, конечно, по соотношению омега-3 к омега-6 жирным кислотам – это льняное масло. Да, много вреда получается от несвойственного нам по природе невидового питания, много болезней. Но и вот про одну такую я хочу сейчас особенно подчеркнуть в связи с нашей темой о молоке – это лейкемия. Так вот, вирус лейкемии обнаружен примерно у 60% новорожденных телят. Разновидность вируса лейкемии человека может передаваться коровам, но коровы больнее лейкемии дают больше молока. Вы это поняли? Вот в чем заключается суть здесь. А производители-то радуются, и поэтому зараженная корова не болеет, а только переносит эту болезнь людям, в том числе людям. Вообще лейкемия или лейкоз – это рак крови. Но говоря о коровьем лейкозе, многие ученые выражают мнение о вирусной природе и говорят о хроническом, а не о остром лейкозе. Причина – болезни коров тоже неправильное питание. Введение пищевых добавок, всяких там комбикормов с различной ГМО-соей, кукурузой и прочее. В том числе введение в пищу неорганических минералов, переработанных комбикормов, то есть при жарке их, белков, дентурированных, поступающих с теми же комбикормами, ну а также это различные антибиотики и гормоны. Такие болезни, как склероз и диабет первого типа являются следствием употребления молока. Такие заболевания, как бруцеллез, туберкулез, дифтерия, чума, скарлатина, передаются через молоко, знаете это. А жиры же защищают возбудители инфекций в желудке, в кислоте, а также защищают от нашей микрофлоры, которая была бы отчасти способна уничтожить некоторых возбудителей. Все потому, что природа не предусмотрела потребление коровьего молока человеком. А большинство патогенных микроорганизмов сохраняются после пастеризации. Сальмонеллы, стафилококки не погибают после пастеризации, тоже это надо знать. В странах, кстати, развивающихся, Азии, Африки, где не употребляют коровье и козье молоко, детская смертность от всевозможных воспалений до 9 месяцев не превышает 1,5% со всей их антигигиены и прочими делами. А страны, где потребляют, в тех же странах, в Центральной Африке, например, для сравнения, мы не берем с Европой, не сравниваем из-за медицины, мы берем примерно одинаковые условия, до 85%. Имеют всевозможные воспаления. Так вот, это прямое следствие потреблением молока других видов животных. Когда медицина не может сдержать всевозможные проблемы, болезни, которые являются следствиями потребления молока других видов животных. Хроническое воспаление слухового аппарата, хроническая усталость, боль, судороги в мышцах, спины и пояснице, проблемы с дыхательной системой, аллергия, астма, всевозможные респираторные заболевания. Абсолютно точно все практически респираторные заболевания. Атеросклероз в раннем возрасте, молодевший в последние годы. Диабет 1-2 типа, угревая сыпь, особенно у молодой кожи, артриты, склерозы. Ну а склероз это нервное иммунное заболевание. И низкий интеллект, низкое развитие интеллектуальное. Это все некоторые только закономерные следствия потребления молока и молочных продуктов. Вспомните, о чем я говорил много раз. Посмотрите видео, будет по ссылочке. Что вообще японцы те же, да, говорили еще в 19 веке о молоке, называли ее белой кровью, что ее идиоты какие-то европейцы пьют. Это же ужасно, неестественно. Для многих народов это было когда-то неестественно. И то, что стало сейчас, якобы естественно было так не всегда среди всех народов. Многое меняется, и уже что говорит, что при живых поколениях старших уже переписывается и история, так и история питания и образа жизни, всего вообще. Но хорошо, идем дальше. Происходит потеря кальция в организме в результате реакции нейтрализации желудочной кислоты щелочью. Как раз кальцием. Далее, рак предстательной железы, яичников, прямой кишки, груди. Причем, чем больше молока потребляет нация, тем выше процент данных и иных заболеваний. Проанализируйте, какие болезни характерны для сельских жителей, которые употребляют молоко. Раньше употребляли творог, сыр. При том, что селяне потребляют меньше синтетических продуктов, чем горожане. Вы получите ответ. Я не говорю уже о гормонах, пестицидах и иных ядах, применяемых в сельском хозяйстве, которые накапливаются и в мясе, и в молоке в тысячи раз больше, чем в кормах, которыми питаются животные. Кстати, это то же самое касается о тех глупостях, которые говорят, вот сейчас все зелень и нитраты, овощи, фрукты и так далее. И типа лучше есть мясо этим самым, мол, они хотят сказать дурачки. И это наоборот как раз. Если в зелени и в овощах, фруктах накапливается энное количество, то как по пищевой цепи идет? Энергии меньше, а вредных химических элементов, тяжелых металлов в организме, это фильтр организма любой, накапливается как раз больше. Почти то, что съело данное животное, только лишь частично выводится, а большая часть накапливается. Я уже не говорю об огромном количестве патогенных бактерий, которых лежало в молоке в разы больше, нежели после пробных лабораторных измерений на комбинатах. Так как они прекрасно размножаются на молоке и после измерений, даже в пастеризованной среде. Молоко для них питательная среда, а они очень сильные и живучие. Ох, люди, ну не будьте вы зомби, а! И не надо говорить вот еще какие-то дешевые отманские фыр-пыр, быр-пыр, не надо, но ничего не выйдет все равно. Не нужно приводить данные о прошлых, а вот пили ничего и ничего хорошего, вот вам данные, вот вам тоже данные. Вот вы почитайте и таких тоже тысячи писем. Ну не надо говорить, что все здоровые, были здоровые люди 100-200 лет назад, кто родились, были, кто умирал в 70-х, 80-х, 90-х, в годах отчасти оставались такие еще люди, но на то были свои причины, абсолютно крепкая, сильная генетика и прочее, и прочее. Нету сейчас таких возможностей. И сейчас в наше время факторов воздействия, вредных факторов на организм больше, и поэтому болезни молодеют. И каждый дополнительный фактор, неестественный, вредный, вносит лепту в сторону, так сказать, болезней. И продолжительность жизни будет ниже, а заболеваний больше, они будут молодеть. И потому надо учитывать сейчас вообще все факторы, насколько мы можем их учесть и убрать из своей жизни. Я говорю о вредных, неестественных факторах. Подробно я эти факторы перечисляю. В моей лекции 9 причин болезни, обязательно ее посмотрите в полном виде, не поленитесь, это жизненно важная информация. В материнском молоке имеются все необходимые для формирования, укрепления иммунитета, роста и развития ребенка, и антитела, и белки, и витамины, ферменты, абсолютно все нужные компоненты. Оно стерильно материнское молоко, нет окисленных жиров в нем, нет возбудителей разнообразных неестественных болезней, инфекций. Материнское молоко для грудных детей, это естественно. Для детей и взрослых неестественно и смертельно опасно, реально опасно любое чужеродное молоко любых видов животных. Помните, чужеродные белки это смерть, это болезни. Вам жить, вам решать. Но пожалейте хотя бы детей и имейте разум, а не верование. Ну и в завершение скажу, что будет и третья, коли уж я первую, вторую озвучил мою статью. Обязательно третья часть, ждите ее. Что ж, жду письма, жду комментарии. Ну и конечно я надеюсь, что данное видео, хоть и долгое получилось, будет еще аудиоверсия. Вот ссылочки, будет импект 3. Так что пересылайте записи. Другим пусть смотрят, слушают, пусть вникают, анализируют и думают своей головой. Только посоветуйте всем людям, всем, кому вы пошлете данные ссылки в начале. Отключить свое верование. Пусть они попробуют думать беспристрастно. Это порой сложно, но нужно быть честным человеком, чтобы просто отключить свои все желания и пристрастия, а думать логически, здраво. Здоровья вам, дорогие друзья. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok